ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мало кто знает, что еще одна надпись «Ленин», наверное, даже больше по размерам, есть в Барышском районе, около села Водорадск. Вот те сосны за моей спиной – это Ленин. Большинство таких геоглифов, разбросанных на просторах бывшего СССР, были сделаны к вековому юбилею Ильича. Но водорадская надпись отличается от них. Ее высаживали 10 годами позже. Собственно, и написано там «Ленин 110». Сосны для надписи сажали в 1980 году старшеклассники из села Поливаново. На 1 мая у нас был субботник комсомольский. Учащиеся 9-го, 10-го класса ездили сажать вот эту знаменитую аллею. Потому что как раз был юбилей, это было 110 лет. По инициативе нашего директора, которого, к сожалению, сейчас нет в живых, это Кузьмина Мария Николаевна, учитель истории, директор школы, очень такой творческий инициативный человек. И вот она предложила нашему комсомольскому активу поехать и принять участие в этом мероприятии. И естественно, одни бы школьники не справились, хоть добровольцев и собралось почти 100 человек. Ведь необходимо было высадить деревья на площади 125 на 30 метров. Подготовили еще работники местного леспромхоза и лесники. Они выделили саженцы, разметили буквы, чтобы все получилось ровно. Комсомольцам оставалось только правильно высадить молодые сосенки в землю. Была такая прекрасная погода, было очень тепло, и у нас были футболки с коротким рукавом. Вот это я прекрасно помню. Когда мы ехали от Поливаново до Водорадска на автобусе, даже на автобусе нам, конечно, места не хватило. Еще был школьный грузовик. Кто помладше ехали на этом грузовике, пели песни. Четко просматривается надпись «Ленин-110» стала года через три. Расположенная на пригорке Геоглия в прекрасном просматривался с трассы Барыш-Ульяновск, возле которой он и находится. А еще лучше прочитать фамилию Владимира Ильича можно было с железной дороги. Однако в 90-е годы за надписью следить перестали, и она начала постепенно зарастать. У настоящего Владимира Ильича Ленина детей официально не было. А вот у Водорадского Ленина дети есть. Это вот эти молодые сосны, которые выросли прямо рядом с той самой надписью. Из-за этих детей Ленина Геоглиф сейчас почти полностью скрыт от людских глаз, если смотреть на него с земли. Разглядеть его можно только с воздуха, например, с квадрокоптера. И как можно увидеть, масштабное творение, которому 1 мая исполнится 40 лет, сейчас выглядит не лучшим образом. Цифра 110 почти не видно. Они частично высохли. Да и некоторые из букв уже заметно потрепаны. Хотя все-таки фамилию Ленин прочесть еще можно. Возможно, в год 150-летие Ильича стоило бы подумать над тем, как провести надпись возле Водорадска в порядок. Ведь это отличная достопримечательность и Барышского района, да и Ульяновской области в целом. Игорь Улитин, Данил Сурков. Новости Уллправда ТВ из Барышского района. Новости Уллправда ТВ Новости Уллправда ТВ Новости Уллправда ТВ